МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Аля Фрейд Валяхметов. Здравствуйте! Очередной час сельского главы прошел в администрации района 25 ноября. В этот раз на беседу с главой администрации района Ильшатом Вазегатовым и представителями администрации был приглашен глава администрации сельского поселения Кармановский сельсовет Ильдар Султанов. Он рассказал о своем поселении, том объеме работ, что выполнен за последние два года. Особо отметил, что реализован крупный проект замена водоснабжения в селе Карманово. Но также сообщил, что есть еще ряд проблемных тем. Среди них водоснабжение в селе Кумово, состояние некоторых дорог в поселении. Ответил на возникшие вопросы со стороны представителей администрации, а также получил ответы на свои. Очередной час главы сельского поселения сегодня проведен. Мы ставим задачи, чтобы максимально короткие сроки со всеми переговорить. Поэтому, несмотря на загруженность понедельника, стараемся каждый понедельник в плановом порядке проводить час главы. Вопросы, конечно, они неоднородные в каждом сельском поселении. Разные. В частности, в Кармановском сельском поселении за последнюю пятилетку очень много проделано части села Карманово. По газификации, водоснабжение. Это огромное. Даже коллеги из других районов удивляются, когда говорим, что в одном сельском населенном пункте мы на 80 миллионов проложили новый трубопровод внутри населенного пункта. Эта сумма впечатляет. Газопровод на почти 20 миллионов. Буквально года два назад мы завершили. Сегодня идет подключение. Конечно, когда строишь коммуникации, подключаешь вопросов, нерешенных своевременно, их тоже много, но при тесном взаимодействии эти вопросы мы будем снимать. И Ильдар Фанитович молодой человек, он с 16-го года работает главой, при этом возраст у него до 30 лет, перспективы хорошие, с населением общий язык находит. Надеюсь, в дальнейшем наши принимаемые решения совместным таким обсуждением отработают на улучшение жизни наших селян в тех населенных пунктах, где они проживают. К этой форме общения мы же перешли буквально недавно, хотя мы с главами сельских поселений, нет таких ограничений дневных, они в любой момент могут зайти, поговорить, но когда уже в присутствии всех заместителей, тех служб, которые им нужны, если мы обсуждаем и ставим задачи, эффект он будет, наверное. Мы же сегодня, насколько помню, четвертое сельское поселение, глава сельского поселения представил перед нами свои проблемы, раскрыл проблемы. И мы какие-то, ну, дальше мы выработаем поручения для того, чтобы ускорить решение. Особенно, как Радий Фаридович говорит, застарелых проблем, которые не требуют больших денежных вложений, но где-то нашего внимания не хватало, где-то они не обозначали темы. Вот мы над ними будем работать. Но о большом эффекте говорить рано. 25 ноября глава администрации района Ильшат Вазегатов встретился с застройщиками «Уралспедстрой», которые занимаются ремонтом Дворца Молодежи. Его сопровождали его заместители Салават Гельмеев, Гаухар Медиарова и начальник отдела по социальной и молодежной политике и спорту Альбина Саляхова. Кухня, ну да, место приготовки, вот, да, отсюда, в это все раздача. Здесь что будет? Что продавать? Я предполагаю, блинное пока. Мне кажется, да, во-первых... Это по санитарным нормам все это потом, да? Да, если мы будем делать... Переделывать ничего не надо? В принципе, мы соответствуем. Детям, именно на детях ориентироваться. Ну, попкорнами, да? Да, да. Вместе они осмотрели и фасад, и внутреннюю отделку помещения. Ознакомились с планами застройщиков и с тем, что уже выполнено. С ними мы нашли общий язык, да, они прислушиваются к нашему мнению, к нашим хотелкам, так скажем. У нас в кинотеатру появляется фудкорт, и разработали они для нас специально очень красивый дизайн, который будет сочетаться с залом кинотеатра. Кухня будет оборудована, и я думаю, что это будет для жителей города очень большим праздником, плюсом, да, и для детей. Именно мы хотим ориентироваться на детей, на семейный отдых, и я думаю, что у нас это получится. Была произведена установка оборудования вот на заднем дворе. Это модное сейчас направление, как урбан-футбол, и снаряжение для зарядки, подтягивания, то есть, опять же, для молодежи. Двор преобразился, насколько это видно. Вот были посажены кустарники интересные. Ну, и еще впереди, конечно, в весенний, летний период мы будем добавлять уже своими силами какие-то дизайнерские решения, применять и на улице. Все современные решения применяются у нас, и световое, и цветовое решение. Каждому нашему педагогу подобрана индивидуальная комната, то есть для психологов отдельная комната, для педагогов-организаторов. Хореографический зал стал у нас больше. В последнее время активно ведутся работы по ремонту автомобильных дорог нашего города. Среди них участок дороги на улице Победа, где рабочие Янаульского дорожно-строительного управления производят замену бордевных камней. Замене подлежат порядка 200 штук. Данные работы являются подготовительным этапом асфальтирования в будущем году этого участка, относящегося к автодороге Янаул-Старый Курбим. Муниципальный этап республиканского конкурса «Трезвое село-2019» проходит в нашем районе с 1 августа до 30 ноября. Заявки на участие в нем подали все сельские поселения, представив на конкурс по одному населенному пункту. В каждом из них проходят различные мероприятия, посвященные трезвому образу жизни. Круглый стол «Трезвая семья, трезвая Россия» прошел в сельском клубе села Месигутова 22 ноября. В начале встречи глава администрации сельского поселения ознакомила всех присутствующих с той работой, что уже сделано в селе. Отметила, что практически все сельчане ведут трезвый и здоровый образ жизни. Тема этого круглого стола была посвящена в том числе и важности формирования правильного мышления у подрастающего поколения. Их обучение тому, что алкоголь и курение наносят огромный вред здоровью. Перед участниками выступила фельдшер Месигутовского фельдшерско-акушерского пункта Залия Юрулина. Восприятие и постепенное усвоение алкогольных обычаев начинается задолго до того, как у человека возникает потребность в алкоголе задолго до первого знакомства с самим алкоголем, его вкусом и действием. Маленький ребенок, сидящий за праздничным столом, ждет, когда ему в рюмку нальют сладкие воды. И он под одобрительный гул гостей потянется, чокаться со всеми, усваивая ритуал винопития. Уже в это время начинает формироваться представление об алкоголе как об особом, обязательном спутнике торжеств и встреч. С чего же начинается пьянство? В целом, мотивы употребления спиртного подростками делятся на две группы. В основном мотивов первой группы лежит желание следовать традициям, испытать новые ощущения. Еще до первого знакомства у подростков образуются определенные представления об этом продукте, о его особом возбудающем действии. Но первое знакомство с алкоголем оказывается не таким, как они представляют. Горький вкус, жжение во рту, головокружение, тошнота. После такого неприятного знакомства большинство подростков избегают на некоторое время употребления алкоголя. Затем появляется вторая группа мотивов, которая формирует пьянство как тип поведения правонарушителей. В продолжении темы здоровья о вреде курения рассказала фельдшер Нижнечатовского ФАПа Ильмира Ахмадишина. С ростом потребления табака росла и смерть от рака легких. Если взять всех больных с раком легких, то курильщиков среди них будет 80-88%. Ранее рак легких был самым редким заболеванием. Ежегодно в России от рака легких умирает около 250 тысяч человек. О том, какие мероприятия проводятся с учащимися и как ученики относятся к здоровому образу жизни, рассказала заведующая филиалом Ямодинской школы в селе Мисегутово Гульнара Токиулина. Воспитание детей, но все-таки если говорить ребенку и повторять постоянно, что это нельзя, что это запрещено, наверное, ребенок захочет попробовать. И поэтому наша школа придерживается здорового образа жизни. Уже у нас как бы это закон, наши дети, я могу сто процентов уверенность говорить, что на сегодняшний день вот из 45-ти у нас мальчиков тоже много, не курят никто. Было время, что дети бегали курить. Но такого у нас уже где-то на столько лет не наблюдается. В ходе встречи были награждены почетными грамотами самые активные жители села, ведущие трезвый образ жизни. Перед собравшимися выступил начальник управления культуры района Ринат Ибрагим. Актуальную проблему речь идет о генетической трагедии человечества. За последние годы выявлен неуклонный рост потребления спиртных напитков, обвиняющий прирост населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления спиртных напитков представляет национальную опасность для всей нашей России. Представьте, что около 80% несовершеннолетних постоянно употребляет алкоголь. Примерно 53% юношей, 27% девушек, ежедневно пиво, водки или энергетические напитки. Возраст при общении к алкоголю подростков за последние 15 лет снизился. Но снизился как? Он молодеет с 16 до 11 лет. Молодежь постоянно употребляет. Осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. Когда были проанализированы заболеваемость и смертность в масштабах республики, то выяснилось, что в сельской местности смертность намного выше, чем в городе. Особенно среди лиц мужского пола. На сегодняшний день могу сказать, что по плану мероприятий мы много работы провели в рамках этого конкурса. Проведены сходы граждан, в школах ведутся работы по пропаганде здорового образа жизни. Хочу выразить благодарность всем жителям нашего сельского поселения за активное участие, за поддержку. Важность трезвого образа жизни в своей речи отметила и председатель Совета ветеранов Янаульского района Римма Фазылова. Независимо от результатов конкурса, жители планируют продолжить работу в этом направлении, достичь того, чтобы в селе жили здоровые и счастливые люди. Гульнара Сиддикова, Аяска Бибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. В конкурсе «Трезвое село» принимает участие и деревня Новый Алдар Осавдымашского сельского поселения. В данной деревне проживает более ста человек, насчитывается около 35 жилых домов. В субботу, 23 ноября, жители деревни собрались в сельском клубе. Перед ними выступили глава сельского поселения Айдар Шакиров и начальник управления культуры Ренат Ибрагимов. После чего сцену заняли самодеятельные артисты. Они показали старинный обычай мусульман имя наречения. Необычно прошла очередная суббота для учащихся филиала Янаульского лицея в селе Иткинеево 23 ноября. Сотрудники филиала Северо-Западного межрайонного центра занятости населения по Янаульскому району подготовили для ребят разнообразные занятия. Так, для школьников среднего звена был проведен информационный час под названием «Истинное сокровище для людей найти себя в труде». Старшеклассники участвовали в круглом столе стратегии выбора профессии, а ученики начальных классов поучаствовали в развлекательной квест-игре, посвященной различным профессиям. Подобные профориентационные мероприятия позволяют обеспечить полезную занятость учащихся в субботние дни. Сегодняшнее мероприятие направлено на выработку у школьников сознательного отношения к труду, на профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора профессии с учетом своих способностей, склонностей, а также с учетом требований рынка труда. Сегодняшнее мероприятие носит занимательный, но в то же время содержательный характер. Мы постарались сегодня охватить учащихся не только среднего звена, но и младших школьников. В сегодняшней профориентационной субботе предшествовала большая подготовительная работа. Ребята принимали участие в конкурсе рисунков, конкурсе презентаций. Итоги будут подведены сегодня. Я считаю, что подобные профориентационные мероприятия позволяют успешно решать задачи профессионального самоопределения подрастающего поколения. Чуть более года назад в нашем городе возник клуб художников-любителей «Феникс», где под руководством члена Союза художников России Рамели Фазлеевой желающие стали постигать изобразительное искусство. Результатом их творчества стало открытие выставки работ в здании станции юных техников 25 ноября. Здесь были представлены работы шестерых участниц клуба. В честь открытия прозвучали благодарственные слова как в адрес директора станции юных техников, предоставившего место для размещения картин, так и самому руководителю клуба. Авторы работ поделились своими впечатлениями и полученным за это время опытом. Выставка продлится до конца недели. Посетить ее может любой желающий. И мы этому событию очень рады. И надеюсь, это не первое и не последнее мероприятие. И что будем радовать своим присутствием в городе, своими выставками, общением. И что выставка получилась интересной, красивой. И думаю, что все, кто посетят ее, не разочаруются. Очень светлая выставка, добрая выставка, одуховаренная выставка, красивая выставка. Она красит коридоры, красит. Любая выставка, помещение, ну как бы улучшает сферу, среду, что ли, любого помещения. А тем более это детское учреждение, куда приходят творческие люди. Им это, я считаю, необходимо. Для того, чтобы расти, стремиться к чему-то. Это видеть, что творчество, оно по жизни. Оно не является кусочком жизни. Если ты начал чем-то заниматься, это значит, будет сопровождать и в 10 лет, и в 20 лет, и в 50, и в 70. Если человек бросит, то все равно будет внутри какой-то, ну, осадок оставаться. Задача была, чтобы показать людям, что в любом возрасте можно начинать рисовать. И неважно, насколько он способный, или вообще считает себя неспособным, пока ты не начнешь что-то делать, ты не увидишь свои возможности. И только шаг за шагом, развиваясь, ты можешь каких-то вершин добиться. Потому что, ну, все равно вот это вот желание в детстве все любят рисовать. У кого-то оно оседает, вот это желание, и как бы все время напоминает о себе. И поэтому эта выставка и для того, чтобы люди не боялись. Сели, садились и брали кисти, карандаши в руки, занимались творчеством, получали огромное удовольствие от того, что они рисуют, и от того, что мир становится краше, благодаря тому, что они больше начинают понимать, осмысливать что-то, видеть красоту во всем. В мелочах, в крупном, там, ну, везде. И без этого это будет уже такая потребность, что без чего они не смогут. Женский и мужской спортивный фестиваль прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе города Янаула в прошлую субботу, 23 ноября. Принять участие на фестивале изъявили желание всего 25 команд района. Всех участников фестиваля поприветствовали начальник отдела по социальной и молодежной политике и спорту Альбина Саляхова и директор физкультурно-оздоровительного комплекса Ильдар Хисматуллин. Альбина Саляхова отметила, что каждый год желающих принять участие на этом фестивале становится больше. Самых активных участников фестиваля, успешно выполнивших нормативы ГТО, наградили знаками отличия ГТО. Эти соревнования входят в зачет спортивных игр муниципального района Янаульский район. К нему некоторые участники готовятся специально. Мы же бегали, проискачали, дротики кидали, ходили сюда в юность. По возможности стараюсь заниматься. Зимой на лыжах катаемся, на коньках. Ну, так бегаем. Обычно я и дочка. 13 команд мужских команд и 22 команды женских команды. Общие, получается, 35 команд. Участники у нас сегодня соревнуются в таких видах испытаний, как штрафной бросок мяча в осипольную кандиджину, прыжок в длину с места, сгибание-разгибание рук, подтягивание. И в заключении у нас будут комбинированные стафеты в виде веселых стартов. По итогам наступления всех видов будут повредены итоговые результаты, будут награждения победителей и призеров сегодняшних соревнований. Команды состояли из четырех человек. Каждый по-своему старался принести своей команде баллы. И мужчины, и женщины пришли на фестиваль с хорошим настроением. Настроение бодрее. Еще каким-нибудь фото хочу заниматься. В этот день более 150 человек боролись за призовые места. Среди участников были даже такие и на улице, которые регулярно принимают участие в подобных мероприятиях. На эту спотекиаду я каждый год прихожу с удовольствием, участвую, занимаю призовые места. Для меня принцип жизни не просто участие, а победа. Где бы она ни была, надо достигать в жизни своих целей, будь то оно в спортивной жизни, будь то оно в личной жизни. Я очень-очень люблю спорт, занимаюсь спортом. У меня есть личный тренер Вера Дмитриевна, который очень строго относится к моим достижениям. Я с больницы участвовала и на республиканских соревнованиях, полегка, атлетики, где занимала призовые места. Я дружу со смортом, люблю спорт. Это продлевает здоровье, молодость. Более становишься терпимее к этой жизни, более выносливее. Поэтому я всем рекомендую. Даже иногда, понимаете, надо иногда себя заставлять заниматься спортом. Повторяюсь, любить спорт, любить себя, любить жизнь, любить людей, окружающих. В общем, я обожаю эту жизнь. Каждый день я готовлюсь, я занимаюсь гимнастикой, физкультурой. Поэтому я считаю, что достичь чего-то – это изнурительный труд. Не просто пришел и победил, а к победе надо идти. Мы приехали с третьей школы, защищаемся из нашей школы. Спортом увлекаемся. Ребята тоже наши призовые места всегда занимают. Сама лично хожу в бассейн. Ну, стараюсь, по крайней мере, два, хотя бы раз в неделю. Хотели бы, конечно, призовое место занять, но я смотрю, тут много новых команд, молодых, много участников. Ну, хотя бы золотой середины, наверное, хотелось бы занять. И последнее место. Концертные номера, включенные в программу, подарили спортсменам Янаула в заряд бодрости. По итогам всего фестиваля первое место заняла команда Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» среди школьных команд прошел 23 ноября. В состязаниях приняли участие пять городских команд. Сельские уже раньше выяснили лучших. Баскетбольные баталии в итоге определили победителей. Среди девушек первенство одержала команда гимназии. На втором месте спортсменки школы имени Радика Гореева. Замкнула тройку призеров команда лицея. А юношеская команда школы имени Радика Гореева завоевала первое место. На втором месте команда четвертой школы и третье у лицея. Победители муниципального этапа в начале декабря отправятся на зональные соревнования в город Бирск. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.